Всем привет, дорогие мои зрители! Традесканцию показываю просто для того, чтобы заставочку сделать. На самом деле я буду показывать вам сегодня, как делаю грунт для своих растений. Так, не знаю, покажу ли, не покажу ли это. Таким образом я освободила мой мандарин. Видите, что с ним делается? Он уже все тут оплел своими корнями. Я освободила его из его стаканчика. В котором он жил у меня. Вот таком вот самодельном. Здесь у меня новый купленный лимончик. Он ждет пересадку. Давно, 2 месяца, 8 марта я покупала. Тоже корешки у него уже все оплели. Какой грунт я им готовлю. Я делаю это на полу. Постелила газетки. Красоту сейчас вот прям создавать. Все на столе и все это как-то вот подавать, как другие блогеры. Не хочу. Все как есть показываю. Так, большой таз высыпала. Грунт питательный. Универсальный. Так, торфоновозный называется. Ой, минутку. 5 литров. 62 рубля за него отдавала. То есть вот взяла недорогой. Вот такой вот он. Сейчас покажу я его. Все делаю руками, без перчаток. Потом обработаю руки. Все равно собираюсь сегодня привести свои ручки в порядок. Вот такой он рассыпной. Влажный немного. В меру влажный. В общем, очень хороший. Если его... Вот я в него посадила два огурца. Смешно, конечно. Он после того, как польешь, сплошным таким вот становится. Тяжелым. Так, сюда же я сейчас высыплю вот такой вот питательный грунт для цитрусовых. Для кофе, инжиры, граната, лавр. Тоже самый недорогой взяла. 64 или 9 рублей уже, конечно, я не помню. Это не важно. Вот, смотрите, что написано. Так, сейчас, секунду. Буйские удобрения. Так, этот грунт у меня 3 литра его. Так вот он выглядит. Сейчас сравню с тем, что был тот рыхленький. Этот такой уплотненный. Его надо сейчас рассыпной сделать. Разрыхлить. Сейчас я их перемешаю и добавлю сюда перлит. Вот мой гранатик ждет пересадки, не дождется. Что я хочу сказать вот про эти буйские удобрения. Может быть, это подделка. Может, мне просто так вот не повезло. Но это ужасный грунт, ужасный. В нем очень много каких-то палок, щепок, полусгнивших и даже корни растений. То есть, это грунт, использованный уже. Ну, я уж ничего не буду, конечно, менять. А вот этот вот грунт мне понравился. Вот, хоть он и универсальный, не специализированный для цитрусовых. Этот хороший грунт. Прямо состав, качество. Просто даже на ощупь очень понравился. Но, так как это все куплено недорого, то чушь теперь тут жаловаться. Как говорится, гадость пьете из экономии. Хоть по утрам-то на свои. Как Высоцкий там пел. И да, я должна прибавить. Девочки, я нисколько не говорю, что это вот делайте, как я. Нет, нет, нет и нет. Это только мой опыт. Я думаю, что вот показывая это, я Вам показываю то, с чем столкнулась. Стоит так делать, не стоит покупать такой грунт. Так, сейчас перлит буду искать, куда я его делаю. Так, ну, во-первых, я все-таки надела перчатки, отмыла руки. Земля такая черная оказалась. Это просто невозможно. Девочки, берегите свои руки, я еле их отмыла. Надела перчатки, перемешала. Сюда добавила биогомуса, у меня был остаток в пакете. Агроперлит сюда же добавила. Сюда же добавила остаточки верхового, низового торфа. В общем, короче говоря, какая-то у меня такая смесь получилась. Ну, она такая рыхленькая, рассыпчатая. Сейчас буду пересаживать в нее. Так, ас, и так, гранатик, лимон. В общем, все подряд, все пересажу в такой грунт. Это вообще не пример для подражания. Если вы хотите научиться, как правильно пересаживать цитрусовые, любые другие растения, есть много каналов, которые ведут агротехники, агрономы, люди со специальным образованием. Я обычная женщина, которая просто сажает растения, любит. И, наверное, от моей любви они все равно растут в любом грунте, в какой я их посажу. Что-то, может быть, растет медленнее, что-то, может быть, растет хуже, что-то лучше. Но растет. И я вам желаю быть смелее, в экспериментах, пробовать, что получится. Ну, а если хотите все по науке делать, делайте по науке. Но, честно говоря, я вот всем этим этикеткам на пакетах теперь вообще не верю. Я сейчас убрала несколько пригоршин, прямо откровенного, я не знаю, мусора. Вот и что это нам за грунт продают? Я не знаю. Верить в то, что на нем написано, я не могу. Вот рукой я потрогала, я вижу, да, вот он рассыпчатый, рыхлый. Такую почву любят все абсолютно растения. Ну, а то, как вот будет расти, вот еще какой-то тут комочек абсолютно не разминается. Даже вот просто какой-то камушек. А как будут расти мои растения? Я буду их подкармливать определенными удобрениями. Главное, что не хватает моим лично растениям, это света. Как бы я не пыталась это изменить, но света им недостаточно. Растут они немного медленнее, но это не страшно. Все равно я их люблю, а им деваться некуда. Живут у меня и живут. Встать и уйти с моего подоконника и искать себе лучшую долю мои растения не могут. Павловский лимон, сколько он не пытался тут погибнуть у меня. Я его подкормила, подсветила и вот видите, росточек дал. Будет жить. А на улице солнышко, вечер, замечательный выходной день. Все вам желаю добра, мира и надежды на лучшее. Ждем хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok